Этот унылый пейзаж – наглядная иллюстрация сегодняшнего состояния строительной отрасли в регионе. Жилой комплекс «Победа» должен был стать настоящим подарком для сотен саратовских семей. Однако история завершилась банкротством застройщиков. Проблемы начались после вмешательства в процесс строительства прокуратуры Саратовской области во главе с Сергеем Филипенко. О сложившейся вокруг ЖК «Победа» нездоровой атмосфере рассказывало не только информагентство «Взгляд.Инфо», но и другие саратовские издания. В конце октября прошлого года на аналитические и расследовательские материалы журналистов обратили внимание в администрации президента и генпрокуратуре. Как же получилось, что перспективный инвестпроект превратился в проблемную стройку? Возведением жилого комплекса занимались три компании – СК ЖБК-3, ЗАО «Производственное предприятие ЖБК-3» и «КСИАН». Атака на победу началась в 2019 году в рамках масштабной кампании по изъятию у саратовского бизнеса инвестиционно-привлекательных площадок. В данном случае для подачи иска в арбитраж был выбран формальный повод, согласованный ранее с прокуратурой и мэрией изменение вида разрешенного использования земли. Именно под этим спорным предлогом строителей лишили на дело. В процессе к СИАНу предъявили претензии в связи с отсутствием в проекте детского сада, но даже после того, когда школьные учреждения запроектировали, а компания была готова передать часть своей земли под его возведение, иски отозваны не были. Кроме того, прокуратура во вход своих установок не стала обращать внимания ни на наличие уже выданных разрешений на строительство и активное возведение многоквартирных домов, ни на уже имеющуюся инженерную инфраструктуру, созданную на деньги одного из арендаторов – компании «Ксиан». Не исключено, что именно судебное разбирательство и спровоцировало вывод активов в предприятиях ЖБК-3. Для владельцев компании семьи Колесниченко подобное развитие событий обернулось возбуждением уголовного дела. Сами предприятия под давлением прокуратуры потерпели финансовый крах. Надзорное ведомство вполне могло способствовать сохранению ресурсов, которые пошли бы на выплаты дольщиков. Об этом подчиненном Сергея Филипенко не раз сигнализировало руководство «Ксиана». Обоснову прокурора и его первого зама Иосифа Минеева на разных совещаниях регулярно информировали о начавшемся выводе активов, но эти предупреждения в здании на Григорьева не замечали. Более того, виновным в крахе строительства попытались выставить сам «Ксиан». В ЖК «Победа» компания вложила значительные средства и после атаки прокуроров не смогла ни достроить дома, ни вернуть деньги дольщикам. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора «Ксиана» Сергея Захарова и одного из его учредителей Елены Денисовой. Впоследствии дело прекратили за отсутствием состава преступления, а за обоими фигурантами признали право на реабилитацию. Правда, сам областной прокурор Сергей Филипенко так и не принес им извинения. Для самой же компании все закончилось не так радужно. Сейчас «Ксиан» находится в процедуре банкротства. Трудно сказать, чем руководствовались в прокуратуре, подавая иск об изъятии земли у ЖК «Победа». Создавалось впечатление, что в надзорном ведомстве напрочь забыли про приказ Генпрокуратуры номер 195 от 7 декабря 2007 года. Наша редакция не раз отмечала, что действия надзорного ведомства шли вразрез с требованиями вышестоящего руководства, которое указывало на недопустимость необоснованного вмешательства в экономическую деятельность предприятий и организаций и вовлечение органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими структурами. Кроме того, сотрудникам прокуратуры предписывалось не приостанавливать деятельность производства и строительства объектов, если это не угрожает безопасности граждан, а также не разрушать существующие правоотношения. Тем не менее, результатом бурной деятельности прокуроров стали 700 оставшихся без квартир семей дольщиков и около 2000 безработных, которые ранее трудились в компаниях, строивших Победу. Плюсом к этому ущерб в 1,29 миллиарда рублей в виде компенсации, которую пришлось выплачивать дольщикам за счет Фонда развития территорий. Не стоит забывать и не о дополученных бюджетом налоговых отчислениях, сокрушительных ударов по инвестиционной привлекательности региона и строительной отрасли, а значит и по всей экономике губернии. Продолжение следует...